всем привет и сегодня мы продолжаем обзор тестера транзистора который мы с вами собирали в прошлом ролике вот несколько отрезков сбор если вы не смотрели ссылку оставлю в описании итак первое включение тестируется батарея далее тестер показывает что в нем не стоит ни одного из элемента и после этого он пишет что он не откалиброван и описывает как это сделать ставьте в 3пи на перемычку и нажмите старт это нажать на энкодер вниз и после того как высадится сообщение изолей проб уберите ее и ссылка на сайт документация ну что поехали берем провод и делаем с него перемычку на три контакта вставляем в цифру 123 и включаем тестер он сразу определяет что стоит перемычка измеряет между проводниками сопротивление нажимаем еще раз позже он попросит убрать перемычку и дальше он считывает скорее всего элементы которые установлены в нем после этого просит установить конденсатор в контакте 13 больше стана на парад он должен быть был в комплекте но как обычно не у меня устанавливаем конденсатор он его определяет и спустя некоторое время пишет тест закончен сам перезагружается и уже измеряет установленный тестер элемент хорошо калибровка завершена едем дальше установил я свой тестер в эту же коробку в которую он приехал немного подрезал пенопласт сбоку для места батареи этим же куском ужал ее и все шикарный короб зачем переплачивать как вы видите на коробке висит куча элементов и сейчас будем их тестировать для начала пробежимся по меню включим его долгим нажатием на энкодер и смотрим первое это выключить тестер второй транзистор это измерение всего всего и всякого это основной режим работы прибора следующее измерение частоты далее генератор частот измерение шим 10 бит потом esr это измерение емкости далее микросхемы ds18b20 том измерение резисторов и другого корректировка микрофарад это настройки энкодера дата шитом всякие схемы которые прибор знает селф тест это калибровка тестера далее измерение вольтажа frontback color это вы можете выбрать нужный цвет надписи и цвет фона ну и на этом все что же теперь можно приступить к измерения двухконтактный элемент измеряется на контактах 1 и 3 также можно их измерять на площадке справа начнем с резистора сопротивление вставляем резистор нажимаем на энкодер прибор определяет что это за вид элемента и показывает его характеристики далее возьмем другой также вставляем в 1 и 3 и он опять же определяет но это не очень нужно это можно спокойно измерить и мультиметром а вот конденсаторы это просто бомба зажимаем конденсатор он не будет показывать так как прибор ищет сопротивление уже перезагружаем прибор он определяет что стоит конденсатор и смотрим емкость 47 микрофарад и ср 0 45 также в волос потеряешь 0 6 процентов теперь возьмем ступен зато и прибор ничего не показывает возьмем типа нормальный вроде все хорошо но смотрите и ср 12 и потери 13 процентов этот конденсатор работать нормально не будет никогда хотя целый на вид далее возьмем диод также вставляем и перезагружаем тестер показывает переход с первой на третью ногу и показывает некоторые из параметров диода далее поставим светодиод лампочка при включении пару раз проморгает и видно те плюс где минус а также видно его напряжение это полезно берем стабилитрон честно вставляя его я не знал что этого но как видите прибор знает что это и он успешно определяет его с первого на третий переход и обратно вот как то так едем дальше возьмем неизвестный транзистор уже захватываем вторую ногу и этот умник показывает что это показана схема транзистор его параметры и распиновка но где база коллектор и эмиттер ну и показано несколько параметров которые могут быть важны возьмем другой вид транзистора без маркировки который нам неизвестен и смотрите он накоротко пробит тестер подумал что мы ему поставили перемычку и хотим его откалибровать показывает между ногами только запросение выкинем его и установим более крутой это уже мосфет тут вообще большая схема которая отображается также все подписанные показаны все переходы идиоды и так далее возьмем обмотку он тоже с легкостью понимает что это катушка намотанная мы даже тестировали намотанную вручную нами и да он ее тоже определяет показывает ее параметры длину и сопротивление все так же как и на этой ну все элементы закончились перейдем к трем другим клеммам первое измерение напряжения поставим контакты справа внизу и выбираем в основном меню пункт вольтаж и вот показывает 9 вольт сейчас я вам покажу немного по-другому вот на выходе из блока питания напряжения 21 и 1 вольт и тестер показывает также и 30 тоже без проблем он способен измерять до 50 вольт также можно закрепив щупы измерять элементы на платье но это делать не очень удобно так как во первых постоянно перезагружать его другой рукой а во-вторых элементы по схеме связаны и бывает показывает неправильно поехали измерим частоту это у нас фреквенция ее измеряет верхний коннектор представляем щупы на дисплее показывает 1000 килогерц а также период и так далее частоту мы даем со стиллографа и последнее что я понимаю и могу вам показать это генератор частот включаем его в меню подключаем щупы в нижний слева коннектор и смотрим выбрали нужную нам частоту и смотрим на стиллограф точность отдаваемой частоты прибором достаточно приличная до второй запятой вот например установим четыре сто тридцать девять 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 пять и на стиллографе видим четыре три девять 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 один я считаю этот тестер невероятно крутая вещь и каждый кто хоть немного ремонтирует электроприборы должен иметь такой ну а мы закрываем нашу коробочку и прощаемся с вами понравилось видео ставь лайк и не забывай смотреть другие видео на моем канале а также кликай на кружок в центре экрана и подписывайся на канал артбелл ченнел liquidure vale такие Üб во Продолжение следует...